Московские аптеки ждут со дня на день. Жители столицы первыми в России смогут сами купить таблетки от COVID-19. Появление нового противовирусного прошло бы незамеченным, если бы не пандемия. Одни называют его доступным чудом, другие полны скепсиса. Фавипировир – вот его название. Препарат из Японии, одобренный там для лечения гриппа, устойчивого к другим противовирусным. В мае его зарегистрировали в России как лекарство от коронавируса под названиями ариплевир и коронавир. В методичке по коронавирусу пишут о результатах клинических испытаний в России. Пациентов разделили на две группы. Первая принимала фавипировир, вторая – нет. В итоге в первой группе вирус начинал умирать на два дня быстрее, чем во второй группе испытуемых. В списке возможных назначения средств для лечения COVID-19 фавипировир на первом месте. Но комментарий экспертов направлен на минимизацию рисков развития осложнений из-за коронавируса. Этот препарат только отпускается по рецепту врача. Нет, в Барнауле лекарства еще не продают, его даже нет в наличии. Закажут по рецепту, привезут на следующий день. Все, что знают провизоры, с этими таблетками поправляются за четыре дня, в два раза быстрее. По составу я его не нашла в интернете, ничего сведений. То есть нет, действующее вещество мы знаем, но по крайней мере действующее вещество, но нам оно еще не знакомо. Человек, заболевший коронавирусом, должен его пронять в течение первых 24 часов. А как ты узнаешь, что ты заболел именно в течение вот этих 24 часов? Потому что, судя по тому, как делаются тесты, вот эти ПЦР-мазки, от суток до трех суток они делаются. Светлана надеется скорее на вакцину, ждет ее массового появления. Таблетки вариант крайний. И из-за таких условий, из-за полной таинственности. Все, что известно, в пачке 40 таблеток по 200 миллиграммов. Цена здоровья – 12 тысяч рублей. Мне кажется, неподъемная сумма. Но мы, например, не сможем купить. Я надеюсь, что у нас у государства будут какие-то субсидии, льготные подписки и все прочее. Поэтому детям, школьникам, пенсионерам. Вопрос доступности беспокоит и краевых депутатов. Риск заразиться через несколько рукопожатий для них сейчас особенно актуален. Александр Молотов уже публично заявил, что выступает за государственную монополию на это лекарство и продажу его по цене парацетамола. Включить это лекарство в перечень жизненно необходимых лекарств, попросить производителей поделиться рецептурой с государством, чтобы государство само производило эти лекарства и продавало их по адекватной стоимости. И решать этот вопрос, уверен Молотов, нужно сейчас. Ждать пару лет естественного снижения стоимости жизненно дорого. Впрочем, обращением на имя президента несколько дней. А по информации директора одной из московских аптек, для получения прибыли с такого редкого и дорогого лекарства им придется заложить в стоимость свой процент. И называют цену в 15 тысяч рублей за упаковку. Политика алтайских аптек пока неизвестна. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.